Музыка Правоведы и руководители экономического блока правительства Российской Федерации обычно говорят, что принятие отдельного закона по какому-то макролегиону разрывает единое экономическое и правовое пространство страны, нарушает его целостность, разбивает его на отдельные кусочки. Мы считаем, что это подход неверный, потому что проект нашего закона об Арктике предусматривает, что на территории Арктической зоны Российской Федерации действует без всяких изъяний все законодательство Российской Федерации. Но оно конкретизируется и интерпретируется применительно к особым условиям работы и жизни в условиях Арктики. Иными словами, это не изъятие из действия законодательства, это конкретизация и развитие законодательства, развитие в сторону создания региональных, учета региональных особенностей Российской Федерации. Мы думаем, что именно по этому пути и будет дальше развиваться законодательство, потому что у нас кроме Арктики есть еще особые условия Дальнего Востока. Возможно, потребуется дифференциация или уточнение конкретизации закона по другим макролегионам Российской Федерации. Точно так же и в экономическом плане. Когда говорят о том, что действия единых законов на всей территории Российской Федерации создают единое экономическое поле, это неверно. Значит, наоборот, стандартные законы сразу же, при видимом равенстве всех субъектов, всех макролегионов, сразу же создают неравенство. Потому что у всех неравны экономико-географические и природно-климатические условия. Вот этот закон должен послужить вравнивании этих условий, для того, чтобы сделать Арктику, ну, по меньшей мере, равнопривлекательным по отношению к другим субъектам Федерации. А для чего это нужно сделать? А для того, чтобы выполнить те установки, которые заложены в целевых задачах освоения Арктики, изложенных нормативным документом президента Российской Федерации. Иными словами, мы не разрушаем ни экономическое, ни общее единоправовое государство, а развиваем его. Этот такой подход соответствует полностью новому закону о стратегическом планировании, который принят в 2014 году в Российской Федерации, который говорит о том, что отдельные субъекты Федерации, или даже части субъектов Федерации, могут объединяться в целостность, если у них общие природно-климатические и экономикографические условия, и перед ними стоят общие задачи. Они объединяются в макрорегион. И для макрорегиона может быть разработана специальная отдельная стратегия развития. С другой стороны, вот эти основополагающие документы развития Арктики и госпрограмма, значит, основные направления государственных политиков в Арктике, они выделяют Арктику как отдельный объект управления. Вы видите? Значит, и закон о стратегическом планировании, и уже принято решение по стратегии развития Арктики, они говорят о том, что это отдельный объект управления, значит, и именно под него и надо подвести законодательную базу. Иными словами, наши действия по принятию этого закона полностью соответствуют новым, современным представлениям о том, как должно быть организовано стратегическое планирование, стратегическое управление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин